Добрый вечер, в эфире Вести Крачева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Полицейские Усть-Жигуты провели пропагандистскую информационную акцию, которая направлена на снижение травматизма на дорогах. Женщина-мать во время Великой Отечественной войны в Донбай прошел форум. Участники говорили о 75-летии Великой Победы и вкладе женщин. Москва встречает друзей. В этом году международный фестиваль прошел в онлайн-формате. Крачево-Черкесию традиционно представил ансамбль «Карча». Голубцы по объявлению Русской театр драмы и комедии Крачева-Черкесии готовят новую премьеру комедийного спектакля. Сегодня в Карачае-Черкесии зафиксирован новый рекорд по количеству выздоровевших. За последние сутки лабораторно подтверждено выздоровление еще 257 жителей, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщают в оперштабе республики. Сегодня выявлено 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 12 405 человек. 873 госпитализированы. Госавтоинспекция Зеленчукского района с 1 по 8 декабря проводит оперативно-профилактические мероприятия «Конструктор». Цель этого мероприятия – выявить злостных водителей, которые эксплуатируют автомобиль, в котором есть технические изменения. Это несанкционированная установка газобаллонного оборудования, жестких металлических конструкций на передней части кузовов, внесение изменений в ходовую часть автомобиля. Для автобусов – это установка дополнительных посадочных мест. В случае обнаружения этих нарушений передвигаться на транспортном средстве становится невозможным. Эти мероприятия позволят снизить рост автоаварий с несанкционированными техническими изменениями. Рейдовые мероприятия будут проводиться как в дневное, так и в ночное время. В течение пяти часов в нами сегодня было проведено профилактические мероприятия по выявлению в отношении данной операции, которая у нас проходит. Еще раз повторюсь, «Конструктор». Были проверены многие автомобили. На каждом авто, где было выявлено какое-либо нарушение, были соответствующие документы на них. Газовое оборудование. Все, соответственно, зарегистрировано в госавтоинспекции, как положено. Багажники и иные какие-либо лишние предметы на транспортном средстве. Также были занесены в технический паспорт, в графе «Особые отметки». По данному факту нарушений не было выявлено. В УСЖГУТЕ сотрудники ОГИБДД провели плановую пропагандистскую информационную акцию «Пристегнись цель мероприятия» – повышение общей дисциплины водителей и снижение травматизма при дорожно-транспортных происшествиях. Ахмат Халкечев продолжит. Дорожно-транспортные происшествия, в которых допущено столкновение автотранспорта, являются весьма опасными и почти всегда ведут к серьезным последствиям. Полицейские свои акции, как они сами говорят, хотят напомнить водителям о важности соблюдения элементарных правил безопасности дорожного движения. Почему разрешаетесь не пристегнуть из ремня безопасности? Почему без ремня едете? Только выехал с дороги. По правилам знаете, садитесь сначала пристегивать, только тогда начинаете выезжать. Да, конечно. Так что я на вас оставляю административные постановления по статье 96. Тысяча рублей штабов. То есть в течение 20 дней может оплатить половину. А на следующий раз уже другие меры будут. Ясно, да? Да, конечно. По статистике, при даже на транспортных происшествиях со столкновением, пристегнутый ремень безопасности снижает риск тяжелых увечий аж на 97-98%, говорят полицейские. Хотим привлечь внимание водителей, донести до водителей, чтобы они всегда использовали ремни безопасности при управлении транспортным средством, при перевозке пассажиров, а при перевозке детей, чтобы всегда использовали удерживающие устройства. Если водитель управляет транспортным средством, не пристегнутым ремнем безопасности, это нарушение статьи 12.6 КУАБ РФ, то есть назначено административное наказание в размере 1 тысячи рублей. Данное административное наказание предусмотрено и на пассажиров, которые тоже нарушают правила дорожного движения, то есть не пристегнутым ремнем безопасности. А в общей статистике по дорожно-транспортным происшествиям позитивных моментов, к сожалению, нет. За прошедшие 10 месяцев текущего года на территории Усть-Ягутинского района произошло 66 ДТП, в которых 98 человек были травмированы, а шестеро погибли. Ахмад Халкечев, Расул Бердеев, Вести Карачаево, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-5, днем 5-10 со знаком плюс. А в горах ночью до 10 градусов мороза, днем минус 1, плюс 4. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесии без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем 5-7 градусов тепла. Скидки до 30% на все – это раз. Куртка в подарок – это два. Рассрочка на три года – это три. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. В Донбай прошел международный форум «Женщина-мать» во время Великой Отечественной войны, посвященный Дню Матери и к 75-летию Великой Победы. Данное мероприятие направлено на культивирование образа женщины-матери во время войны, ее подвиги и во благо своих близких и отечества. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Женщины в страшные годы Великой Отечественной войны были опорой мужчин и вложили неоценимый вклад в победу над фашистскими захватчиками. В течение нескольких дней в международном форуме приняли участие представители различных объединений. Мероприятие проходило как офлайн, так и в онлайн формате. Нам очень важно отдать дань памяти тем женщинам, которые в сложное время ковали победу в тылу и защищали отчизну на фронтах войны, отмечают организаторы. В Великой Отечественной войне, к сожалению, погибло очень много женщин. И участниц как в бою, так и в тылу было очень много женщин. И мы решили, что наш долг отдать дань памяти и уважения этим женщинам и брать пример как для себя, так и для подрастающего поколения. Так как женщины в те годы были опорой и опорой для мужчин. Женщины были и бойцами, женщины и в тылу вложили очень много усилий. Форум был организован благотворительным фондом «Достойная память». Также активное участие приняли ветераны-афганцы и члены различных женских объединений. Онлайн формат мероприятия позволил присоединиться с жителям и других регионов страны. Каждый из них делался своими историями о женщинах-героях, а также и о том, какой ценой была завоевана победа. Участники уверены, что подобные встречи позволят не только раскрыть героические страницы истории, но и передать память о подвиге женщины-матери. На плечи женщин в Отечественную войну была возложена очень страшная миссия. Во-первых, провожать на войну своих сыновей, своих мужей, своих братьев, терпеливо ждать. А сколько семей, сколько матерей, у которых сыновья по 12 человек ушли и не вернулись. Поэтому мужеством наших женщин в период Отечественной войны мы должны постоянно говорить молодежи. В годы войны женщины проходили службу в медицинских батальонах. На онлайн-площадке форума, собравшиеся, подчеркнули роль женщин, благодаря которым были спасены тысячи жизней. И сегодня задача будущих поколений – сохранить их историю и брать с них пример. Они были и на боевых должностях, но были и такие, про которых не говорят эти целые батальоны, которые занимались обстирыванием просто. В медицинских батальонах, которые нужно было бинты восстанавливать, стирать. То есть это огромная армия женщин, которая участвовала, просуществовала во фронтовой полосе, обеспечивала войска и без них не было бы победы. Также в рамках форума участники постили живописнейшие места курорта Донбай и музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. Алина Халебшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Донбай. Международный фестиваль благотворительного фонда Владимира Спивакова «Москва встречает друзей» в этом году прошел в онлайн-формате. В этом году на фестиваль поступило рекордное количество заявок. В нем участвуют коллективы из 55 регионов России и более 40 стран мира. Ежегодно Карачаево-Черкесию представляет государственный детский вокально-хореографический ансамбль «Корча». Главный балетмейстер коллектива Чура Узденов, художественный руководитель Тамара Уртенова. На фестиваль коллектив готовил концертный номер с барабанами, но пандемия внесла свои коррективы и выступить с ним на московской сцене не удалось. Но в онлайн-концерте было представлено два танца ансамбля «Корча», которые они исполнили ранее. Это «Горный перепляс» и «Праздник косарей». Завершится фестиваль 20 декабря торжественным концертом в московском Международном доме музыки, который пройдет также в онлайн-формате. В начале, когда узнали, что все-таки будет только онлайн, конечно, мы расстроились, потому что каждый год ездим, каждый год все нормально, отлично, на зрителя работаешь. И видишь состояние, настроение зрителя. Полный зал, битком набитый, это же не сравнит одно с другим. Они хорошо работают. Там организаторы, я могу сказать конкретно, которые работают, только два человека. Их можно назвать вообще, я не знаю, они настолько трудолюбивы, настолько энергичны, талантливы. Это Екатерина Романовна Ширман, исполнительный директор фонда, и главный режиссер фонда Гулько Петр Ильич. Вот эти два человека, они сидели тоже на телефонах и работали. И главное, у них же не только Москва встречает друзей фестиваль, у них очень много разных других конкурсов и фестивалей. Видимо, вот как-то выходили из положения вот таким образом. Но они не стали откладывать на другое время. Все-таки фестиваль состоялся. Как бы он не состоялся, в каком виде он состоялся, это уже хорошо. Русский театр драмы и комедии готовит новую премьеру в Черкесске, в стенах филармонии. На суд худсовета, в состав которого вошли деятели культуры республики, был представлен комедийный спектакль по пьесе «Голубцы» по объявлению. В постановке задействованы ведущие актеры труппы. Режиссером выступил Вячеслав Бродянский, известный полюбившимися зрителю спектаклями, как «Примадонна», «Примадонны, он, она, окно, покойник». Руководитель театра Хасан Беджи выразил надежду, что и нынешняя постановка не оставит публику равнодушной. Вот такой жанр, который как бы, он такой легкий жанр, без претензий, без каких-то, казалось бы, философских заключений, но в то же время радует души, не знаю, как-то вот житейские какие-то незатейливые сюжеты, но и тем не менее спектакль, точнее пьеса называется «Голубцы» по объявлению. Но, честно говоря, она не совсем коммерческая. Дело в том, что в двух словах женщина вывешивает объявление и говорит, вот я могу, отдаю мужа в хорошие руки. Комедия начинается и приходит оттуда, оттуда, оттуда. Что там проявляется, как это заканчивается? Потом все-таки есть чувства неподдельные, да, настоящие чувства, любовь. Как бы там ни было какой-то свары между мужем и женой, и в конце концов, конечно же, они воссоединяются. Это все в Весе. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова